Пару недель назад Марину Корневу пригласили на заседание правительства Ивановской области. Речь шла о демографической ситуации в регионе, и она, многодетная мама, была тем самым примером, которому должны следовать все женщины. Мы решили узнать, как на самом деле живется многодетная семья в наше время, и отправились в гости к Корневым в село Алферьево Тейковского района. Многодетной мамой я стала по воле судьбы, потому что я сказала, что все, что будут дети, все будут рождаться. Вот, поэтому, как бы это изначально было сказано. Дома мы застали не всех. Муж на покосе, старшая 19-летняя дочь на работе в Иванове. Четверо младших детей с мамой. Они всегда вместе, живут дружно и друг за друга горой. Я скажу женщинам, рожать надо больше, потому что с одним ребенком вы не справитесь, а когда их будет больше, вы справитесь. Им проще, они не растут эгоистами, они друг за дружкой горой. И в школе, они все в одну школу ходят в первую у меня. Они в разных даже зданиях, но они все друг друга знают, они знают, что это одна семья, и никто не обижает. На жизнь Корневы зарабатывают фермерским хозяйством. 8 лет назад начали с одной коровы. Теперь их 8, и дают они в день 120 литров молока. Недостатка в покупателях нет. Более 100 семей с удовольствием приобретают молоко у Корневых. Коровы у нас айширская порода и краснокарбатовская. У них молоко совсем другое. То есть, вот у этой, которая сейчас поднялась, у нее жира 6,2 и 3,9 белок. Раньше это молоко использовалось только для детского питания на молокозаводах Московской области. У нас их нет вообще. Ну, в Ярославской области есть, в Владимирской, ну там кто ближе туда. А у нас вот мы их привезли, все стабильные заводы. С Архангельской области тоже одна коровка у нас есть. Это уже чисто по надоям, потому что у нее мама там более 10 тысяч литров надоела. Поэтому вот нам ее привезли. А это Телоби. Купили ее год назад. И не для работы. Просто кого-то в семье не хватало. Это наша душа. Это наша лошадка Телоби. Любимица всех. Она у нас катает детишек. Всех. Ну и взрослых, но в основном детей. В городе многодетной семье сегодня трудно, рассказывает Марина Николаевна. 8 лет назад они переехали с мужем из областного центра в деревню. И ни разу об этом не пожалели. Тем более немногочисленным фермерам государство сегодня помогает. Недавно Корневы выиграли грант. Купили на полученные деньги новый трактор, грабли и рулонник. Без свое хозяйства очень тяжело. Но занимаясь фермерским хозяйством, если вот люди будут переезжать, это все востребовано. Сейчас это как бы выгодно. И дело в том, что и семья будет жить лучше намного. И у нас перестанет быть много запущенной земли. Главные помощники Марина Николаевна – ее дети. С малых лет они приучены к труду. И даже во время каникул у них не возникает желания немного побездельничать или посидеть за компьютером. Мы в основном на дворе помогаем. Потом, когда папа накосит в поле, мы едем на тракторе собирать. Ну, рулоним. Мне очень надо на лошади покататься. Еще можно делами заниматься. Ну, например, коров пасти. Или лошадь чистить. У лошади. Или у коров счищать. Нагружать телеги. Еще что-нибудь делать на дворе. И все бы хорошо. Но нет в селе никакой инфраструктуры. Сюда не ездит общественный транспорт. Нет газа. Две недели пришлось копать траншею до воды. Отопление в доме электрическое. Счет в конце месяца за этот ресурс соответствующий. 14 тысяч рублей. Поэтому расширять фермерское хозяйство в Алферьево смысла нет. Корневы уже твердо решили строить новый дом в Пелгусове. Там неподалеку они присмотрели и ферму. Хотят увеличить количество скота до 50 голов. Осталось, чтобы желаемый участок под дом выделили. А банк одобрил кредит на покупку фермы. Эта семья привыкла верить только в хорошее. И в то, что мечты обязательно сбываются. Поэтому старший Корнев уже сейчас заготавливает сено не на 8 коров, а на 50. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...